Всем юнород, с вами Сильвия. Сегодня 27 июня и поздравляю, ты успешно просрал первый месяц лета. Ну а мы сегодня будем говорить про обновление 3.0 в Тофе. Это здоровенное обновление, которое принесло очень много фишек и очень много излишек. И тут я, наверное, не скажу, что буду говорить свое имхо. То есть это чисто мое мнение, согласиться с ним или нет. Ваше решение всегда стоит думать своей башкой и оценивать трезво. Но я играю в Тоф с релиза и буквально через месяц будет годовщина, в которой мы будем обсуждать, что произошло, что не произошло. Но вот сейчас у меня большие вопросы к разработчикам по поводу обновления. Не поймите меня неправильно, мне все нравится, мне заходит стилистика обновления, мне заходят функции новые, какие-то там, не знаю, фишечки, геймдизайн и так далее. Но как человек, который по большей части взаимодействует с новичками и рассказывает им, как играть, начиная с этого обновления придется выдавать еще больше информации, чем ранее. И мало того, что выдавать информацию, придется учить. Потому что одно вот это дополнение принесло просто какую-то огромную кучу маленьких вещей, которые, если ты не делаешь, смысл пребывания в 3.0, ну как бы теряется. В общем, это видос о всех фишках и о том, что ты должен знать про обновление 3.0. Ну а перед просмотром я прошу тебя подписаться на канал, поставить какую-нибудь оценочку, оставить комментарий, вступить в телеграм, в соцсети, которые есть в описании, можешь подписаться на твич. И также не забудь ввести два промокода, которые сейчас у тебя на экране. И если ты ленивая жопа, в закрепленном комментарии эти промокоды тоже есть. Копируй, вводи, круток много не бывает. Итак, начнем с прямых нововведений в 3.0. Во-первых, есть видос с важными, очень важными штуками, которые нужно знать про 3.0. Этот видос предыдущий. То есть, если ты не видел его, посмотри обязательно. Начнем с лога. Вандерлог — это штука, которая добавилась, ну вернее, доукомплектовалась. Те 13 глав, которые мы закрывали ранее, они сейчас немножечко багаются. Иногда приходится перезаходить, ну в плане того, чтобы засчитало, иногда приходится доделывать. Ну, к примеру, повышение любого оружия до одной звезды у меня пока что не засчиталось. Я не перезаходил, может быть, при перезаходе пройдет. Факт в том, что я уже отсюда забрал 700 дарк кристаллов. Суммарно здесь где-то под косарь, плюс дают набор свободного выбора матрицы широт. Две штуки за прохождение всех 13 глав. Поэтому тут можно получить халявные дарк кристаллы, халявные круточки, аугментацию и прочую фигню. Журнал странника строго советую доделать, если ты новичок и если ты старичок, при особой нужде дарк кристаллов и каких-то ресурсов. Теперь штука, которая сверху отображается как край, вот этот кружочек. Короче, это огромный типа мультипликационный ивент, который содержит в себе либо ивенты, либо exploration, либо получение каких-то вещей и так далее. Суммарно у него есть магаз, в этом магазе есть валюта, которая называется нефритовое кольцо. Написано, что эта штука, собственно, используется для обмена на награды в магазине события. Магазин событий вы можете чекнуть сами. Тут очень много классных приколюх и как бы огромное количество этих всех жетонов. Фишка в том, что эти жетоны выдаются за разные вещи. Это может быть облачная гряда. Это все, что связано с новой локацией территория 9. Об этом чуть позже. Это может быть ивент раскол в небесах, убивание босса вот этого Джуяня, ворлда нового. Это может быть фишки ЦНГ, это ивент, в который вы можете перейти и так далее. Короче, это огромный ивент, который будет днется 20 дней. И гусиная охота это новый ивент, который добавится вскоре. Плюс это 7-дневный supply run, который содержит в себе красные ядра, черные кристаллы и прочую фигню. Это нужно ежедневно забирать. У вас есть 20 дней, чтобы это сделать. Облачная гряда это штука, которая вмещает в себя и разведку, и функции статуи, я о них буду сегодня говорить, и победу врагов, и находки каких-то материалов. То есть по аналогии с тем, когда выходил инерс, был большой ивент, в котором вы, грубо говоря, собирали все, исследовали все и получали за это приколюхи. Вот это вот именно край сизых облаков, это все суммарно. 7-дневный вход, плюс куча прогрессионных штук, из которых можно доставать награды. Магазин выкупайте, награды крутые. Теперь по поводу дальнейшего. Есть в наградах сектор территории 9. То же самое. Здесь абсолютно все, что вы можете сделать, дает вам награду. Суммарно за эту штуку вы получите 600 дарк кристаллов, плюс аугментацию на нового питомца, о котором я буду говорить чуть позже. Здесь то же самое. Здесь нужно просто исследовать новую территорию, развитие персонажа, крутить, выносливость тратить. В общем, все, что вы делаете в игре, по сути, сюда засчитывается. Также здесь есть список дел претендента, где вы получите еще 400 дарк кристаллов и чуть-чуть аугментации на титан. Все это вместе знакомство с городом длится 41 день. И по такой логике мы понимаем, что через 41 день, а это ровно 2 баннера, Эолайн плюс Гарнет, которая сейчас идет вместе с тройным фаерраном, будет версия 4.1, в которой будет Зик и Мими. Ой, 4.1, 3.1. Вот, но не факт. Просто обычно какой-то таймер, в данном случае 41 день, показывает нам отсчет какого-то крупного события. Вот, и, ну, типа, список дел претендента тоже самое. Здесь все, тут, типа, проход рейда, фронтиров, разломов, вои дебисов, абсолютные испытания, это червоточные и так далее. Червоточную, кстати, тоже переработали, по ней я буду делать отдельный гайд. Как я и сказал, на данный момент действует тройной реран. Это Лань, Аннабелла и Руби. Кому надо, крутите. И, собственно, баннер Люхо, который будет 20 дней. Кисточка неплохая, гайд постараюсь запилить. Ребята, у меня сейчас просто очень много съемок. Параллельно вышел Террис Лэнд, нужно снимать и то, и то. До Гарнет я доберусь обязательно в течение этих 20 дней, не переживайте. По поводу самой Люхо, могу сказать такое, если вы, типа, прям супер хотите что-то выкрутить, то для Лоу Спендера будет достаточно С1 Люхо, она уже имба. Особенно, если у вас есть Аннабелла или есть, к примеру, Зонтик. Зонтик С3 и С1 Люхо для танка и С1 Зонтик, С3 Люхо для дамагера прям имба. Если есть Аннабелла в этой связке, вообще заебись. По магазину изменений никаких нет, ничего нового не добавлено. И, собственно, это логично, потому что у нас новая валюта, новые приколюхи на новой территории. Там даже ключи для боссов новые. С сегодняшнего дня начинается увеличение уровня, вплоть до 95-го, скорее всего, в течение этих 40 дней, как раз таки, до обновления 3.1. Фишки изменения. Немножечко подизменили интерфейс основы. Здесь теперь снаряжение, которое вы точите, суммарно показывается слева. Его также можно развернуть и посмотреть. А в страннике показывается ваш БМ текущий и высший БМ. Честно говоря, не знаю, зачем это. Видимо, чтобы мериться писюнами со своими друзьями. Но высший БМ это, насколько я понимаю, топовый БМ, то есть боевая мощь, то есть CS, который вы можете надеть в совокупности с высшими констами персонажей, которые у вас прокачаны и так далее. То есть это суммарный БМ, видимо, для того, чтобы понимать, насколько далеко вы по супрессору можете уйти. Ну, типа других применений этой функции я не вижу. Одним из главных нововведений новой локации является боевая прислуга. Это вот такие покемоны на выбор. Я по ним сделаю отдельный видос. Уже сейчас при монтаже этого видоса я записываю про него информацию. Видос по боевой прислуге будет выпущен, скорее всего, 28 числа, ближе к вечеру, либо 29 с утра. Поэтому кому непонятно, что это, не трогайте пока что, дождитесь видоса. Но в целом штука, не сказать, чтобы полезная, это просто такая, типа, киллер-фича в скобочках этой локации. Увеличен максимально доступный супрессор до 10-й версии. Вот такой вот зеленый, имбалансный. И как бы, казалось бы, 10.1 просто 91-й левел нужен, но начиная с 10.2 нужно 117К СС. У меня максимальный СС, как вы видели, 115. Потом 120, 125, 131. Но фишка в том, что даже если у вас есть этот СС, скорее всего, у вас нет мощных кристаллов Омния. Их чисто физически нельзя было накопить до этого времени. И, честно говоря, не знаю, почему за столь огромный супрессор настолько нищебродская награда. То же самое, как и здесь. За супрессор 9.5 вы получаете просто гребаный экзоскелет. Ну, окей, оно есть. Апп им супрессоры. И вот этот вот супрессор в чате выглядит как ярко-красный крутой 10-й суп. Добавлено два новых маунта. Ручной трехвост. Это маунт, который будет получаться за следующий батл пасс, который там буквально через две недели. И бионический вот такой вот рогогриф. Прикольно выглядящий. Но эта штука не скоро получится людьми. Сильно позднее, чем батл пассовый маунт. Потому что этот маунт делается за исследование территории. И чуть позже я буду объяснять, почему его быстро не получить. Поэтому на него можете не облизываться. В ближайшие пару месяцев его не заберет никто при всем желании. Переработали червоточину. В прошлом видосе я про это говорил. И типа выглядит она теперь вот так. Ее надо проходить заново. А награды тут теперь вот таким вот образом отображаются. В конце почему-то 20 кусков за микрач за один этап. Но не суть. Фишка в том, что на это делать отдельный гайд надо. Потому что тут все-таки куча изменений. И тут можно будет покупать себе бафы в рунах благословления за определенную валюту. Или наоборот продавать эти бафы. Короче, об этом в другом видосе. Теперь также изменение интерфейса. Вкладки казуальной как таковой сейчас в поиске нет. То есть вот здесь ее нет. Она перемещена в два мяча. Врекомендуется. И тут у нас и искусственный остров, и рыбалка, и покер, и маджонг, и продавец ресурсов ранее, и заказные исследования, то есть ресерч, и гонки, и что-то потом еще добавится. Они решили это просто все в одну штуку запихать. Знаю, что у многих появились вопросы, где теперь вход в искусственный остров, он вот теперь здесь. Заходишь, забираешь свои штуки, и как бы суп с котом. Но, но, это неинтуитивно и непонятно. Потому что я вот сегодня просто, блядь, в бешеном поиске искал эту херню, где она находится. Вот знаете, она теперь находится в рекомендуемо в двух мячах. Не очень удобное, собственно, сочетание. Также, как я и говорил, изменены еженедельные награды. Теперь за еженедельки в определенных поинтах вы сможете выбирать ключи. Вы получаете коробку, в которой вы можете выбрать чип 3, старый чип 3, для того, чтобы открывать на вере или, собственно, в инерсе. И печатка. Печатка это для нового ворлбосса. Сейчас ворлбосс новый, только один. Потенциально их два, но второй босс выйдет в версии 3.1. Почему, я буду объяснять позже. Так что, вот тут вы вольны теперь выбирать, что вы получите здесь. Ключ для новой локации или ключ для пирамидок в старой локации. И о ключах я буду рассказывать чуть подробнее. Не знаю зачем, но визуально изменены карты некоторых локаций, таких как Асперия. Как видите, она теперь супер четкая, такая красивая, вообще 3D-шная. Вот, веру тоже зачем-то поменяли на более осветленную. Да, тут виден лучший ландшафт, но по-прежнему нету границ между самими локациями. Мне это не очень нравится. Но окей, поменяли, внешние локации не поменялись. Из плюсов. Дали халявных локаторов. Вот этих штук. То есть вы на них нажимаете, нажимаете найти дорогу. И, собственно, у вас отображается суммарно, сколько вы здесь открутили золотых круток, допустим. Да, сколько у вас там кого, что кого. И их просто дали бесплатно. У новичков вначале их, по-моему, 40 штук. И нам их тоже дали чуть-чуть. То есть если у вас есть карта, на которой не залутано что-то. Ну, например, вот у меня там в крауне какие-то кусочки 3 не залутано. В вороне не залутано. Это можно будет нажать бесплатно. И найти дорогу к крутке, которую вы не находили. Мало ли вы хотите на 100% эксплорить локацию. Это вам поможет. И это бесплатно. Это очень хорошо. Новая акция покупки Таниума на 2 недели. Так что донатеры вперед. По ссылочке в описании покупать Таниум. Потому что здесь можно получить дополнительные черные кристаллы. Если у вас есть First Purchase, первая покупка Таниума. Она у вас по-любому есть, потому что она обновилась. То здесь можно будет прям люто-люто загробаться себе дарк кристаллов. Let's go. Ну а теперь переходим к самой локации. Локация, безусловно, красивая. Тут есть смена дня и ночи. Тут есть дождь. Солнце палящее. Это очень красиво. И это только первый регион из четверех обещанных нам. Обещанных. Все, я уже как Лукашенко говорю. Вот. И, собственно, у этой локации есть несколько киллер-фич так называемых. Киллер-фичи это, ну, типа, основная фишка этой локации. Одна из них это вот эта умная прислуга, про которую я сделал отдельный гайд. Вторая это статуи. Прежде всего, что вам стоит уяснить. Вот так вот выглядит локация. И тут есть вот эти, вот этих два кусочка, да, на которые сейчас попасть нельзя. Скорее всего, до версии 3.1. На этом кусочке есть второй ворлдбосс. Черный ворон. Есть первый ворлдбосс, который доступен. Это Джуянь. Фишка в том, что эта локация недоступна и не будет доступна в ближайшее время. Поэтому туда прорваться не пытайтесь. Через мост пролетайте, вас будет откидывать назад. Объясню, почему эта локация недоступна и почему я так решил. Во-первых, город огня Exploration. Статуи Алой Птицы 5 из 5. Статуи это то, что, по сути, вам открывает локацию и позволяет с ней взаимодействовать. Тут есть еще несколько статуй. Раз, два, как минимум. А в Exploration их указано 5. Значит, все, что нам доступно из региона, вот это. Через 40 дней, видимо, судя по всему, будет доступно еще и вот это. А потом и остальная часть этого региона. И вы должны понимать, насколько он огромный, судя по тому, что я двигаю вот так карту. То есть, видите, ограничение на темном. А тут вот так, хоп. И то есть, вот этот регион, ну, примерно, вот такой по размеру будет суммарно. Вот. Такие дела. За Exploration можно получить новый релик, скороходы. О нем чуть расскажу позже. Контракт разработки ИИ. Это для искусственной прислуги. Аугментацию Титана. Особые ваучеры. Ну, и типа звания. По наградам сама локация очень не густая. Но. Тут есть некоторые фишечки. Статуи. Короче, объясняю логику быстро и понятно. Статуя активируется, дает тебе Exploration. И по аналогии с геншиновскими деревьями, эта статуя прокачивается до шести. Вот шестерочка. За валюту, которая собирается на карте. На, собственно, на этой локации. Эта валюта собирается в нескольких вариациях. Я объясню, где ее получать. За World Boss, если что, дают по 150 валюты. За открытие сундука с ключом. Так вот, награды за эту статую очень неплохие. На первом левеле там дают красную круточку. На втором сапоги и прочее. На третьем еще красную круточку и четыре золотых. На пятом сто даркристаллов. Здесь еще красная круточка. И на шестом кусок для маунта. Вот, кстати, почему маунта вы скоро не соберете. Потому что на таких колокольчиков нужно то ли четыре, то ли пять. И, ну, собственно, каждую статую надо прокачать до шестого левела. А это дофига валюты. В чем прикол? Прикол в том, что, во-первых, статуя дает один эффект на всю карту. И у каждой статуи из пяти доступных статуй эти эффекты складываются. То есть, прокачав все пять статуй, вы станете гигачадом на этой локации. Будете отхиливаться жестко. Там чуть ли не ваншотить противников. Получать усиленную добычу. И так далее. Прикол в том, что вам надо решить, какую статую вы качаете. Потому что прокачка статуи зависит и влияет на определенные вещи. Например, первая статуя, колесница, дает доп. урон от огненной птицы. На втором левеле она увеличивает макс ОЗ. На третьем левеле усиливает урон автоатак. На четвертом левеле возможность входа в зону алой печати. Это зоны, которые закрыты такими красными занавесками, скажем так. Ну, узнаете потом. На пятом левеле усиление атак. И на шестом левеле увеличивает макс ОЗ. То есть, по факту, вот конкретно эту статую вам не надо качать в топ. Потому что эта статуя просто помогает дамажить. Если мы портанемся к следующей статуе, то увидим статуя алой птицы крылья. Здесь, как всегда, прокачка скорости движения. Прокачка снижения расхода выносливости для эксплорейшинга. Увеличение ОЗ. На четвертом левеле это увеличение скорости движения. А на пятом левеле это открытие астральных сундуков. Астральные сундуки это один из двух видов сундуков, которые здесь стоят залоченными. И вы их чисто физически не откроете без прокачки статуи. То есть, прошлая статуя прокачивается ради того, чтобы увеличить урон. А эта статуя дает профит. Потому что сундуки это эксплорейшин. Сундуки это ресурсы. И конкретно эту статую нужно рашить до пятого левела, чтобы открыть астральные сундуки и заэксплорить карту быстрее. Третья статуя. Статуя Звезды. Здесь у нас доп. урон от навыков ульты. Здесь у нас низкий шанс удвоения наград, выпадающих при победе над врагами. То есть, с врагов можно фармить ресурсы определенные, типа амбрового камня. Зачем и для чего эти ресурсы расскажу чуть позже. На третьем левеле макс ОЗ. На четвертом левеле количество доп. урона. На пятом левеле средний шанс удвоения наград. И на шестом левеле значительное количество доп. урона будут наносить ваши ультимейты. То есть, по факту, эта штука нужна, чтобы... Вернее, рашить эту статую по левелу надо, чтобы фармить мобов и с них получать доп. ресурсы. Эта статуя тоже у нас не в приорите. Четвертая статуя. Статуя Сеть. Первый левел доп. урон от навыков оружия. Второй. Бурный родник открывается. Третье. Чтобы получить невосприимчивость к сундукам пламенных перьев. Это второй сундук на этой огромной мапе, который невозможен для открытия без прокачки статуи. Поэтому эта статуя в идеале должна качаться первой до третьего левела, а вторая статуя должна качаться до пятого левела. На четвертом левеле здесь доп. урон дополнительный от оружия. На пятом увеличение максу зэ. И на шестом, собственно, увеличение доп. урона от навыков. Разумеется, еще колокольчик здесь дается. И последняя статуя Ива. Это первая, уязвимость врагов. Второе, получение сопротивления урона от огня. А ворлдбосс и большая часть мобов на этой карте, потому что это город огня, дамажит вам огнем. Соответственно, статуи в будущих регионах, скорее всего, будут давать сопротивление к разным стихиям. Третий левел, уязвимость врагов. Четвертый левел, открывает запечатанные астральные монументы. Что такое астральные монументы, я расскажу чуть позже. Пятое, повышает уязвимость врагов. И шестое, дает сопротивление урона от огня. То есть, эта статуя у нас приорити предпоследняя. Итого, получается, по статуям в идеале, чтобы быстро прочистить эту карту и не иметь проблем с сундуками, мы качаем вначале крылья до левела, где открывается доступ к астральным сундукам. Потом мы качаем сеть для доступа к огненным сундукам. Потом мы качаем колесницу для увеличения урона. Потом мы качаем статую Алой Птицы для разблокировки монументумов. И только потом звезду для того, чтобы получать доп. добычу с мобов. Потому что мобы это последнее, что вы будете гриндить на этой локации. Прокачав статую, в которой раскрывается красный сундук, пепельный, перьевой, и сундук астральный, у вас не будет никаких препятствий для того, чтобы, собственно, эту всю карту прочистить и залутать сундуки. А сундуки иногда находятся в очень неудобных местах на горах. И, забыв их, без интерактивной карты чистив, вы в следующий раз туда вообще не попадете никак. Ну, тупо незачем вам туда будет идти, если вы не запомнили, где сундук. Итак, астральные монументумы. Это штуки, которые на карте отображаются в виде вот таких вот штук. Этот монумент при активации дает вам вот такой эффект. Вы его активируете, и он, условно, эту локацию открывает вам для того, чтобы ее можно было чистить и получать различные приколюхи. Приколюхи в основном здесь это исключительно фиолетовые сферки, за которые вам будет даваться энергия, будет даваться энергия, которая нужна для того, чтобы эти статуи грейдить. Помимо этого, монументумы открывают такие штуки, как, ну, назовем их факела, я на самом деле не знаю, как они называются, вот так вот они выглядят. Монументум, который открыт на локации, то есть, допустим, чтобы вот этот вот цветочек открыть, нужно вот этот монументум залочить. Когда вы его открываете, вот на этих факелах сверху будут появляться раз в неделю, кэдео этого цветка неделю, шарики, которые дают по 30 энергии. Помимо этого, энергия достается с эксплорейшинга, то есть просто бегаете в мире, где фиолетовые сферки на полу лежат, ну, или в воздухе летают. Они выглядят как фиолетовые крутки, но по факту дают вам энергию. Энергия у вас находится в миссиях, вот так вот она выглядит, энергия поля, алая птица, за ней грейдятся статуи. Порядок грейда статуи я вам рассказал, моментумы я вам показал, ваша задача прогрейдить статуи в правильном порядке и бегать, эксплорить. Ну, вот так вот в этой сферке выглядит, хоп. Эту я не могу заюзать, потому что моментум еще не разблочен. То есть в каких-то местах эти статуи, эти кружки доступны для получения, а в каких-то местах они откроются только после того, как вы откроете моментум. А моментум может не открываться, потому что у вас низкий уровень статуи. И как мы помним, вот эта статуя алой птицы на высоком левеле, по-моему, на четвертом или на пятом, какой я вам там показывал, открывает заблокированные монументумы. Остальные монументумы, как правило, открываются после первого-второго исследования башни, которая рядом с ними. То есть вокруг каждой башни эти монументумы, они находятся обособлено. То есть, допустим, вот эту башню открыли, статую, вот этот монументум, вот этот монументум, и вот этот закреплен за ней. За этой башней закреплены вот эти монументумы. И вот этот, по-моему. То есть у каждой башни, по сути, в ее ореоле обитания находятся монументы, и каждый монумент открывает к зоне, в которой он стоит, доступ для лута вот таких фиолетовых шаров. То есть если вы видите заблоченный фиолетовый шар, значит рядом с ним нужно открыть монументум, тогда этот шар можно будет собрать. В противном случае их не собрать. И важный нюанс, вот эти вот штуки, кругляшки, ну вот эти вот торч-факелы, их особенность в том, что они дают по 30 энергии, а шарики дают по 10. И вот вам нужно понимать, что каждую неделю, вот сейчас начинается душнилова, каждую неделю, а у этих цветков когда именно неделю, не знаю, неделю после обновления сервера или неделю с того момента, как их собрали, скорее всего неделя имеется в виду то, что с понедельника по понедельник, да, у нас игровая неделя начинается в понедельник. Так вот, логика в том, что все монументумы, которые вы открываете на этих зонах, вокруг себя, на дорогах там или в каком-то месте, имеют вот такие вот сферки. И каждую неделю тебе нужно будет пробегать и забирать эти сферки, потому что иначе ты башни не прогрейдишь. А если ты башни не прогрейдишь, ты не залутаешь карту до конца, ты не сможешь открыть все сундуки, ты не сможешь прогрейдить себе умную прислугу, вот эту вот, кстати, маме привет, и это накладывает на тебя некие обязательства, потому что ты не можешь скипнуть неделю, иначе ты просрешь много ресурсов. А как только ты откроешь все монументумы, они одноразовые, и соберешь всю валюту, единственный вариант фарма валюты на улучшение статуй останется только еженедельный сбор по дорогам. И тебе надо реально каждую неделю, сука, из начала локации, вот так вот вокруг по дорожкам, бегать и собирать эту валюту. Мы, наверное, реально будем с вами выбирать день, будем собираться гильдии и просто бегать, лутать эти шарики, ну потому что иначе я не знаю, иначе никак. Это душнилова, максимальная. Теперь пройдемся по головоломкам, чтобы долго не затягивать видос, я просто покажу их здесь, как они выглядят, объясню, как их делать. Вот сундук пламенных крыльев, чтобы его открыть, нужно прогрейдить статую, которую я говорил ранее, иначе при открывании его он будет вас обжигать. Вот так выглядит астральный сундук, который тоже нельзя открыть, потому что он просто недоступен для открывания, пока не прогрейдишь статую. Далее, статуя Алой Птицы. Это сами статуи, астральный монумент. Он повышает степень развития территории, разведки территории и увеличивает число способностей и количество энергии, которые метко получают от статуй. Ваша временная метка и статуя, это я в конце расскажу, это один из важнейших аспектов этой темы, но не суть. Чтобы разблокировать эти астральные монументумы, некоторые, как я уже говорил, можно разблокировать с помощью прокачки статуи обычно, типа на первом левеле они доступны. Если какой-то монументум для вас недоступен, нужно прокачивать верхнюю башню, про которую я говорил ранее, до четвертого ранга, чтобы открыть оставшиеся. Калибровка отправки. Эта штука, вот такая синяя, зеленая, извиняюсь, стоит, напротив нее висит вот такая колонна. Вам нужно ударить по вот этой колонне так, чтобы от нее полетел сгусток энергии и врезался в эту колонну. Грубо говоря, вот вы стоите вот здесь, колонна висит вот здесь. Вам нужно стоять непосредственно с этого края, и когда вы бьете вот сюда, в эту сторону, вот отсюда вылетает шар вот так, до нее. Нужно просто прицелиться и ударить, ничего сложного. Бурный родник. Собственно, вот при активации астрального монументума открывается функция зарядки родника. После полной зарядки родник будет давать награды за атаки определенными стихиями. Но на самом деле, либо это баг, либо это у меня так. Я ни разу не бил эти астральные родники бурные. Они просто, когда вы открываете монументум, начинают вот так вот искриться, и сверху висит шарик. После получения наград бурного родника требуется неделя для перезарядки, как я и говорил ранее. Благословения, советы. Храмы стоят, нужно встать на вот эту вот пластинку и поклониться. Эмоция поклонения делается в одном из квестов синих. Ее дает дедок, как мы с чатом выяснили на стриме. Но я знаю, что есть поклонение в гачапоне. И вот это единственная головоломка, с которой я не разобрался. Если вы знаете, какой именно поклон надо делать отсюда, напишите, пожалуйста, в комментариях. Квантовый скачок. Есть вот такие булдыги, большие стоящие. Один выглядит вот так, второй выглядит вот так. На карте круткой отображается тот булдыга, которому надо принести. Но неподалеку от него где-то находится вот такой. Подходя к этому, у вас остается таймер, и нужно за таймер определенно избежать вот до этого. Поэтому если вы на карте видите круточку отмеченную, и видите вот эту хрень, и думаете, почему она не активируется, ищите рядом с этой херней вот эту. Все просто. Охота за энергией поля. Подходите, активируете вот эту статую, из нее вылетает шарик. По шарику надо ударить любым оружием несколько раз. После удара он будет менять свое положение в пространстве, либо куда-то улетать. Но улетает он недалеко и не быстро, его легко заметить. Собственно, тоже все это делаете. Последовательная тайна. Тоже изи. Наступаете на определенную плиту, которая темнее, чем другие. Загорается последовательность какая-то. Пробегаете точно так же, как она загорелась. Все. Головоломка ваша. Преобразователь путей. Это штуки, которые стоят на возвышенностях обычно. У нее есть три дуги, и нужно их повернуть так, чтобы все дуги, ну, типа, чтобы его глаз был расположен как дырка. То есть там обычно крутится верхняя дуга, это земля, потом море и воздух. Ну, короче, три дуги. Иногда крутится по две. Совместите, ничего сложного. Кленовая тропа. В некоторых местах, где есть колокола, нужно ударить по колоколу, откроется кленовая тропа такая, в какое-то определенное место. Собственно, по ней проходите, там, собираете крутки, что надо. Обсерватория. Тема, которая позволяет вам открывать карту. Чтобы обсерваторией воспользоваться, вас вот так вот все начнет мерцать, будут созвездия, вы крутите экран, наводите на созвездие, на определенное. Нужное созвездие начнет загораться желтым светом. Загорелось желтым светом, заполнило круг внутренний. Все, головоломка пройдена. Аллое крыло. Крылья после улучшений статуи открываются. Это крыло, которое уносит вас в ебеня, если так можно сказать, и, как правило, приносит к одному из топовых сундуков, которые можно открывать. Как правило, это очень высоко, и в те места вы просто руками не заберетесь. Поэтому крылья одноразовые. Ну, типа, вы летать можете на них сколько угодно, но факт в том, что оно вас принесет в одно место, и в другое место вы больше туда не прилетите, именно на одном крыле. Геомагнитный компас. Крутите компас, стрелочкой показывает определенное направление, бежите в направлении, там висит крутка. Энергия поля, тайники. Это кристаллы, которые, собственно, висят изначально замороженные, как я и говорил. При активации астрального монумента в этой зоне они разблокируются. И Алая птица, то же самое, есть особо энергетические кристаллы по всему городу огня. Это кристаллы для зарядки статуй. Типа, супер-изи. Покажу на всякий случай еще раз моментум, вдруг вам что-то непонятно. Вот моментум, вы его активируете. Монументум. Монументум. Он заряжается, бахает. И когда он бахнул, видите, на карте у меня появилась хренелярт круток. Это не крутки, это энергия, которая используется для зарядки статуй. Как я и сказал, монументум одноразовый. То есть вы его заюзали, все вот эти круточки собрали, и все, больше вы их не получите. Единственный вариант стабильного получения вот этих вот энергетических круток, это те самые статуи-цветочки. И типа я вот сейчас элементарно покажу вам, как это работает. Статуя-цветочек, вот она стоит. Видите, я ее не бил. То есть она вот так вот горит, собираешь, хоп, двадцатку получаешь. Я сказал, что тридцать, но получаешь двадцатку, короче. И, собственно, у нее неделя КД. После того, как вы зачистите все монументумы, и потратите как-то определенным образом, ну, в идеале потратить энергию, так как сказал я, чтобы у вас все сундуки были разлучены. Но если вдруг вы немножечко обосрались и потратили не так, ничего страшного. В любом случае, рано или поздно, эту энергию вы накопите, потому что, еще раз, каждую неделю возле каждого монументума на каждом таком столбике можно будет собрать по двадцать энергии. Не знаю, сколько этих столбов здесь всего, но я думаю, тысячи две-три энергии в неделю собирается стопудово. Теперь одна из самых важных вещей. Все вот эти усиления статуи, которые дают дамаг, скорость бега и прочую херню, активируются только в зоне, где доступны вот эти вот факелы. Когда вы в зоне с факелами, на вас вешается баф, статуя лай птицы, активирован, бла-бла-бла, перестает действовать, как только вы выйдете из действия астрального моментума. То бишь, по сути, вот эти штуки заряжают вам атаку и прочее. Как я и говорил, вы становитесь гигачадом после прокачки всех этих штуковин, потому что без прокачки статуи вы этих мобов будете бить долго. У меня 95-й левел эксплорейшена мира сейчас, и я могу, по сути, ваншотить этих типов, нажимая просто единичку. До этого, без прокачки статуи, я бил их довольно долго, при том, что у меня 30 тысяч атаки. И новичкам здесь будет сложно, пока статуи не прокачаются. Как я и говорил, статуи нужно прокачивать в определенном порядке для более профитного защищения этой локации. Ну, а теперь к душному. К самому душному, что мне в этой локации меньше всего нравится. Во-первых, чтобы открывать сундуки, нужны ключи. Эти ключи на выбор. Либо ключи со сперией, ну, или с веры, допустим, да, которые дают миру. Либо вот эти ключи. Эти ключи в равном количестве даются, и за открытие сундуков вы будете получать местные ресурсы, красную руду, ну, там, опыт, естественно, энергию, чтобы увеличивать вашу статую и так далее. И тут есть вкладочка, которая называется Облачная гряда. У нее есть свой магазин. Это событие, которое относится исключительно к территории 9. Так вот, проблема в том, что в этом магазине, чтобы выкупать ресурсы, нужны определенные вещи. Допустим, вот я сейчас две круточки красные обменяю, да, они улетели. Это можно выкупить, и этот магазин условно необязательный. Здесь также выкупается штука для искусственной вашей поддержки, для моба этого питомца, но я сказал, что я сделаю отдельный видос, поэтому ждите, он будет завтра плюс-минус. Так вот, эти ресурсы, во-первых, добываются с мобов, то есть, тут на каждый ресурс вы можете тыкнуть и посмотреть, зафармить мобов, да. Ресурсов вроде бы надо немного, но чтобы весь магазин выкупить, нужно юзать и сундуки, и собирать ресурсы внутри этой локации, и так далее. Так вот, новичок, который в эту локацию приходит, в выборе получает такую вещь. Либо он юзает сундуки на веру, пирамидки открывает, получает миру и вероны, чтобы просто покрутить гачапоны, либо упарывается в эту локацию. Как таковых ресурсов в огромном количестве в этой локации нет. То есть, на мой взгляд, эта локация супер нефрендли к новичкам. Потому что все, что здесь вы получите, будет в ущерб тому, что у вас не зачищено до этого. Потому что с боссов здесь не падают матрицы. С боссов здесь все падает для прислуги. С боссов здесь все падает для того, чтобы увеличивать статуи по левелу. Увеличение статуи по левелу это просто, по сути, увеличение вашего комфорта и игры в этой локации комфортнее. Выше прокачка статуй, выше сила персонажа конкретно в этой локации, выше сила этой прислуги, выше комфорт зачищения этой локации. Но когда вы зачистите эту локацию, обменяв свои ключи, которые могли бы дать вам Мирору, Мирору, да, в общем-то, Веракоины или Миру, вы поймете, что это просто локация, в которой вам удобно находиться, но это просто локация, которая пустая. А гачапоны крутить надо. Я не знаю ни одного человека, который выкрутил все гачапоны сейчас. Ни одного человека. Мне кажется, таких людей нет. Так вот, здесь Миру можно получить только за исследование или за обмен. И по сути, по сути, вот эта вот штука, публичная гряда магазин, является тем же самым ресерчем, только в другой обложке. Ресерч — это доверенное исследование. И чтобы выкупить здесь все ресы, надо хорошенько погриндить. Это первая фигня. Вторая фигня, вот эта штука, конкретно вот эта штука, ресурсы, которые обмениваются на вот эти ресурсы, нужны для того, чтобы возвышать умную прислугу. И тут получается уроборос, потому что либо вы жестко со временем выгрыживаете себе статую, которая дает Х2 награду за убийство мобов, и вы фармливаете все это при желании, либо вы вообще в эту локацию, как новичок, не суетесь, а тратите ключи на то, чтобы получать вера и мира коины с обычных сундуков, пирамидок в открытом мире. Короче, на мой взгляд, эта локация супер-анфрендли для новичков. Новичкам нужно ролить усиленно броню, новичкам нужно точить шмотки, новичкам нужно получать какие-то прибавки к БМу и так далее. Здесь вы получите, да, аугментацию на Титан, раз, два, для прислуги, три, скороходы для этой локации, ваучеры, и как бы на этом все. То есть, для новичка здесь в принципе ничего нового не добавится. Если у вас не зачищены прошлые локации и вы новичок, не лезьте сюда вообще, не берите чипы и так далее, вам это не надо, это просто замедлит ваш прогресс. И вот это мне не нравится. Душнилова, которая постоянно, по сути, по сути, в этой локации все отлично, кроме цели. Если в предыдущих локациях их можно было пропылесосить и получить профит, то здесь ты будешь вечно грейдить эту прислугу, а у нее, между прочим, еще и консты есть, для того, чтобы просто комфортно чувствовать себя в этой локе. Ты начинаешь чувствовать себя хорошо при прокачке нескольких статуй, там, через несколько часов игры, но сам факт того, что новичок с прокачанным уровнем мира здесь получит по щам, а без прокачанного уровня мира он не сможет открывать сундуки босса, потому что сундук босса открывается на 95 уровне мира. С 95 уровнем мира даже жестким игрокам по типу моего персонажа сложно здесь поначалу, поэтому исключительный минус и мое имхо для этой локации это, во-первых, неудобство передвижения без релика, во-вторых, не френдли к новичкам, в-третьих, бесполезнейшие награды, то есть вся локация сделана вокруг вот этой, вот этой вот прислуги, улучшения вот этой вот херни и вокруг улучшения статуй. Просто по сути вы сюда приходите, мобы сильно сложно, не потому что они типа сложные или бьют много, а потому что фича этой локации это статуи, которые ты грейдишь и все начинает ваншотаться. Вот, получил баф, нажал одну кнопку, моб умер. Без статуй этот моб не умрет так. Вы можете пересмотреть сегодняшний стрим, где-то на 4 часа перемотать и увидеть, что этих мобов очень сложно было убивать без прокачки статуй. Короче, на мой взгляд, локация юзлэс, да, красивая, да, интересная, но она, ну, как-то меня не впечатлила. Она интересная тем, что здесь куча механик, которые стоит поисследовать, поэксплорить. Круточки красные, очень много дарк кристаллов в целом дали за это обновление, но я не впечатлен. Это исключительно мое имхо, я говорю, вы можете быть с ним не согласны, можете написать свое мнение в комментариях, но ничего, кроме красивой, к сожалению, однотипной локации я не вижу. Ждем продолжения этих регионов, потому что это один из четырех регионов. Насколько я понимаю, если это огонь, там будет вольт, фрост и, как бы, какой-то физический регион, судя по тому, что статуи здесь дают сопротивление огню. Посмотрим, увидим. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Видео по умной прислуге будет дальше, видео по вормхоллу будет дальше и гайд на кисточку о будущем и на Иолайн будет дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, не забывайте вступать в ТГ. С вами был Сильвес, до новых встреч.